Исландия, базальтовые столбы Рейнисдрангар и Стадладжилкэньен Рейнисдрангар и Стадладжилкэньен – это самые настоящие уроки геологии. Базальтовые колонны встречаются во многих местах на нашей планете. Но в Исландии есть места, которые известны на весь мир. Это обусловлено красивыми формами и большими размерами базальтовых столбов. Базальтовые столбы – это уникальное образование, которое создается при извержении вулканов. Колонны полигональной формы появляются в процессе охлаждения базальтовой лавы только при определенных условиях. При охлаждении слой магмы сокращается, и на нем появляются трещины. Благодаря горизонтальному сжатию появляются столбы правильной шестигранной формы. Иногда формы столбов приобретают четырех, пяти, семи и восьмигранные формы. В поперечном разрезе толщина базальтового столба варьируется от нескольких сантиметров до метра. Исландия. Базальтовые столбы Рейнисдрангар. Рейнисдрангар – известнейшее в мире место, которое отображено во всех учебниках и геологической спецлитературе. Стена из огромных базальтовых колонн огибает мыс. На черном берегу Атлантического океана провал в базальтовой стене образовал интересный и необычный большой грот Холсеновшеллер Кейв. Самое неожиданное зрелище – это потолок этого грота. Он полностью состоит из обрезанных базальтовых шестигранных пней. Какое-то необычное и дивное место. В прилив океан подходит прямо к базальтовой стене и вход в пещеру Холсеновшеллер Кейв временно затапливается. Из грота по правой стороне открывается живописный вид на знамените, одиноко стоящие в океане пальцы тролля – скальные столбы по 60 метров высотой. Но еще лучше их можно рассмотреть, если подняться на самый верх самого скального массива. Слева от мыса расположен самый южный город Исландии Вик, а справа от Ренисдрангар расположен мыс-заповедник Дирхалей. В переводе с исландского название мыса Дирхалей означает «замочная скважина». Этот известный вулканический мост высотой в 120 метров благодаря маяку ранее назывался порт Портланд. Если не обращать внимания на огромное количество туристов, то Ренисдрангар – стоящее место, чтобы сюда специально заехать. Но если задаться целью увидеть самый красивый в мире черный пляж с тюленями и без столб туристов, то нужно ехать на северо-запад Исландии на полуостров Вестфьорде, Исландия, Стадладжил Кэньен или Басолт Калам Кэньен. Стадладжил Кэньен или Басолт Калам Кэньен – этот каньон поражает своей нереальностью. Невольно ловишь себя на мысли, что ты находишься в каком-то придуманном кадре художественного фильма. Каньон Стадладжил Кэньен расположен в долине Джоукал-Дела или Глейша-Вэлли, Ледниковая долина, находится в Восточной Исландии. Эта впечатляющая долина также известна своей мощной ледниковой рекой, которая имеет три названия – Джокалса-Эйбру, Джокалса-Эйдел и Джокла-Ледник. На протяжении многих веков ледниковая река проложила свой путь от Высокогорье через долину Джоукал-Дела. Каньон Стадладжил Кэньен по-настоящему можно считать одним из самых красивых и засекреченных мест в Исландии. Это обстоятельство можно объяснить тем, что 150-километровая река Джокла веками была одной из самых крупных и мощных ледниковых рек в Исландии. Она была настолько сильна, что разделила долину на две отдельные части, которые до недавних времен не имели нормального сообщения. Река Джокла – единственная река в Исландии, которая стала известна под ником, а не под ее реальным названием, была очень опасной и трудной для пересечения. В 2008 году исландцы построили деривационную гидроэлектростанцию Карахнджакар. На реке образовалось водохранилище Халслан в Высокогорье в Хафрахвамаглджафар Кэньен. Это сильно повлияло на источники реки Джокла. Вместо того, чтобы протекать, как ледниковая река, через долину Джоукалдела, ее исток в северо-восточном Нагорье был отведен в водохранилище Халслан. Из водохранилища его потоки вынуждают приводить в движение гидроэлектрические турбины электростанции. Таким образом, большинство старых источников реки Йокулса-Бру больше не достигают Джоукалдела. Уровень воды в реке стал значительно ниже. Вместо того, чтобы быть мощной ледниковой рекой, несущей каждый час 120 тонн песка и грязи из-под ледника вод на Йокал, она стала красивой, чистой рекой с голубой водой, медленно выходящей кустью реки. Сейчас трудно поверить, что большая часть этого захватывающего ландшафта с природным чудом-каньоном Стадладжил Кэньен была спрятана под водами сильной реки. Проект деривационной гидроэлектростанции Карахджакар был масштабным вмешательством в силы природы и был реализован только с одной целью, чтобы обеспечить алюминиевый завод в Рейдорф Джордо электричеством. Вверх по течению примерно в 30 километрах от каньона Стадладжил Кэньен около заброшенной фермы есть термальный водопад с бассейном Лагарвелвер или Лагарваладалалар. Всем спасибо за просмотры! Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал!